Конечно, за период специальной военной операции огромную работу проделали волонтёры разных организаций. В сложное время они оказывают помощь по всем направлениям, от многодетных семей до военных на линии фронта. Волонтёрских движений очень много, сегодня познакомимся с одним из них, это движение «Пища жизни Донбасс». На связи с нами Святослав Стреблянский, это координатор проекта «Пища жизни Донецк». Называется Донецкое региональное отделение межрегиональной благотворительной общественной организации «Пища жизни». До этого мы были волонтёрской организацией, и буквально с лета этого года вошли в состав огромного организации «Пища жизни», которая насчитывает более 50 ячеек по всей России. Работаем мы с 2014 года, с момента конфликта на Донбассе, мы организовались и начали помогать горячей кашей с хлебушком. Мы единственная организация на Донбассе, которая осуществляет кормление именно горячей едой нуждающихся людей. Это происходит каждый день или как какой-то график есть и где? В графике есть, мы осуществляем раздачу каждый день с понедельника по пятницу в разных местах. На протяжении многих лет эти места менялись. Это было и Макеевка, и Ловальск, Харциск, Донецк. Потом начало СВО мы акцент сделали на Волновахе и Мариуполе, у которых особая нужда была у людей, у которых отсутствовали элементарные бытовые условия для проживания. Мы переключились больше на них. Сейчас в настоящий момент, по состоянию на ноябрь, мы кормим Мариуполь. Вот это Аджоникидовский район, Левый берег так называемый, и Приморский район Мариуполя, и Донецк. Сетерцентр и Калинский рынок. Это в настоящий момент. А вот в среднем сколько людей кушают? Например, на сегодня в Мариуполе сколько это? На сегодня в Мариуполе приблизительно от 300 до 500 человек, в зависимости от точек, приходит. В пике на весну-лето 2022 года приходило мариупольцев до полутора тысяч человек. В день мы готовим тонну. Когда была Волноваха, полторы тонны готовили. Сейчас около тонны готовим кашу. Есть какие-то проблемы набрать волонтеров? Людей хватает? Сейчас людей не хватает. Мы публикуем постоянно объявления. К сожалению, откликаются в основном не местные наши, донецкие ребята, а откликаются со всей России. Люди приезжают. Не так много, но отзываются. Люди приезжают. Хотелось бы, чтобы в благотворительности поучаствовали наши местные люди, ребята, которые понимают, насколько значима эта помощь. Тем более, это по месту. Им удобно было бы. Не надо было приезжать сдалека. Вот, пожалуйста. Волонтерство. А как ты думаешь, чему он учит людей? Надо быть более ответственным. Тут надо что-то делать постоянно. Нельзя просто так. Ты взял ответственность за тысячи людей. Нельзя просто отвернуться и сказать, что я пошел. Я устал или нет возможности найти средства какие-то. Ты должен все время думать, бегать, искать возможность помочь этим людям. Для меня это стало такой вехой. Еще более подойти ответственно к тогда была работе, к служению своему. Это, в принципе, когда ты делаешь добро, оно всегда откликается в сердце, становится на душе теплее. А мы же ничего не умели. У нас с разных профессий люди приходили. Кто медик у нас был, кто строитель. Вот я юрист, например. У нас только один шеф-повар, лидер нашего проекта, он юрист, кто был поваром и который занимался по образованию. Остальные абсолютно с разных секторов. Кто там была нянечкой, детьми занималась, если женщина. Кто социальный работник был. Ну, то есть совершенно с разных секторов собрались люди, которые абсолютно ничего не умели. У них был просто лютый энтузиазм. Вот помогать и все. Как и все мы, конечно, волонтеры попадают в зоны обстрелов. И те, кто на фронте, и те, кто просто в городах работают. Напомню, что из организации «Пища жизни» погибли руководители Кирилл Губарев и волонтер Максим Веровский, которые работали в Алчевске и как раз раздавали питание. И когда вернулись на базу, то туда были отправлены снаряды «Хаймерс». Ракеты попали в штаб «Пища жизни», когда волонтеры вернулись со служения.